утром нас кошечка встречает на капоте выезжаем со двора дом где мы ночевали в таком старом домике ночевали охраняет свою машину такой дом как бы буквы п до заезды такие как в питере вот такие старые дома вот выезжаем сейчас поедем в парк на набережной вчера когда приехали уже было темно ничего не видно вот щас утром с ним черно надо на право город похож на геленджик тоже такие улочки узкие сосны много зелени горы рядом это топсинский морской торговый порт в общем ребята вот местный чупа-чупс так называют эту башню место это башня управления движением судов тут не был в топсе ну что же интересно не то они как сделали реально на чупа-чупс похоже такую штуку я не видела нигде все не конечно погодка такая пасмурная вчера было лучше вчера было солнечно прошла сегодня немножко испортилась погоду сейчас вот им так это показать она это игровой автомат закрыта уже все потому что сезона нету все не уже ноябрь начало месяца все теперь можно гулять спокойно наслаждаться красотой города о о аттракционы старые древние аттракционы паровозик сколько ему лет такому паровозику уже 50 тысячи лет да уже крашены перекрашены 10 раз все дальше смотри закрытая спортивная школа вот с этим и проезжали который стадион до на берегу море куда мы теперь едем лесопарк кадош скала киселева здесь снимался фильм бриллиантовая рука это везде такие знаки всех городах украли сердце украли сердце кто-то любит опция сильнейший даже сердце спер кому она нужна в линии люди пляжу пляж приморский вот она река паук сверху с гор течет с водопада реки паук такой контрастом домик маленький и вот речка потекла в море пойдем посмотрим пляж приморский что он у себя представляет пропустим через эти эмоции такие постройки до на горе непонятно как поставили эти балки до сверху на что похоже на японию и туда наверх дорожка пошла наверх на гору да ну так я знаю благородили Чтоб не смывало. Вот и пляжик. Вот и пляжик. Приморский. Небольшой. Когда народу нет, так вообще замечательно. А в сезон тут, наверное, не прилечь. Общество рыболовов. Любители. Кричал 175. Здорово. Смотри, какая собака интересная. У нее пол лица белый, пол лица черный. О, солнышко выходит. Давай, выходи, солнышко. Радуна с погодой хорошей. Идем купаться? Купальники взяли? Купаться, да. Белку тепло. Тепло, купаться можно. Давай. Белоку купаться хотела. Вода тут может без температуры, наверное, поэтому разница. Да, наверное. Кручиваю вертолет. Белок закаленный, не боится воды холодной. Набрели на такие постройки. Из веток. Заборчик такой сделан кто-то. Там какие-то бревна еще стоят прям. О, тропиночка. Куда-то нас ведет. Классные сосны. Растут прямо со скалы. Тема у нас скалолазка, кстати. Тема любит, да, полазит. Преодолевает. Красота. Красота. Кто у нас там вылезает? Из тропы. Вот, наверное, здесь можно. Здесь, наверное, люди спускаются к берегу. Что там? Тропа идет, да? Нет? Корни деревьев прямо вросли. Скалы. А вот туда дальше еще дорога идет. Берег дальше идет. К скалы Киселевы. Паромы ждут своей очереди в порт. Тома забрался на хору. Тема, ты где? В машине. А, и синий тарик уже там. Ладошка держит птичку. В общем, мы поехали на скалу Киселева. Здесь погуляли на пляже Приморском. Такое неплохое местечко. Теперь надо до скалы доехать. Ну, вообще, можно и пешком было пройти по пляжам, но мы не захотели. Там не близко. Посмотрим дорогу на машине. Докуда можно будет доехать, а там уже дойти до места ногами. Вот выехали уже на трассу в сторону Новороссийска. Серпантин. Небольшой. Ох, меня качает. Мама, ты еще не видела, но здесь полгода качает. Люблю я серпантины. Да. Что у них хорошего? Туда-сюда качаете в разные стороны, в селедку, в банке. Девак, ты хорошо устроилась, что целое сиденье занял. Все, лег отдыхать. Видишь, его как колбасит, он не может улечься и в разные стороны. Вон, сейчас будет поворот крутой. Сейчас будет поворот. На! Вон какой. Петля прям целая. Мы сейчас свернем. А, мы поворачиваем в сторону скалы. Папа, мы здесь ездили. Ну, туда мы не заезжали. Тише, можно ехать? Я как селедка. Туда-сюда, туда-сюда. Пожалуйста. Поверните во двор, говорит. Там что, двор есть? Папа. А, вот стоянка. Чего-то с либо здесь, либо здесь. Машину оставляем. Пошли туда. Поверните. Можно сам, наверное, проехать. Все-таки нету, вот стоянка. Вот, мы подъехали к входу в заповедник лесопарка Дош. Вот вывеска здесь информационная. Машинку нашу поставили. И пошли на тропу. Здесь локбаун. То есть, надо даже не проехать. Пешком только идти. Ну, и здесь, короче, прям при входе свинарник. Что за люди? Неужели сложно за собой мусор вывести, а? Что бидно даже за природу. Ну что, пошлите по тропе к скале Киселева. Известный скале Киселева, где снимался фильм «Бриллиантовая рука». Смотри, фрекинги где-то, бутинки. Виталик, расскажи, какой сюжет фильма «Бриллиантовая рука» там снимался. Там на фоне этой скалы, этот Геша увидел мальчика, который по воде идет. То есть, они на рыбалку там рыбачили, да? Да, да. Сколько километров идти? 900 метров. А, 900 метров. О, господи, боже мой. О, молочка. Иди сюда. Держи его, а то его сожрут сейчас. Держи. Он не будет. За хвостом дыре. Я сама тебе штанишки не наложила, страха. Я сама тебе штанишки, я страха не наложила. Пошли. Там такой песень, такой большой, большой черный. Наш белок, по сравнению с ним, как щеночек маленький. Даже выпендриваться на страх. Беленький. Скоро у нас у белка день рождения будет, 5 ноября. Пап, я проверю. Пойдем в Бургер Кинз, посадим белка за стол, купим ему бургер. Я, как обычно, отстаю. Все убегают от меня, а я иду одна. Последняя. Слушаю шум деревьев, птиц. Никуда не тороплюсь. А дети, Виталик, собака, все равно кто-то бегут, бегут, бегут. Я потом их догнать не могу. Он уже в море открывается, видно. Только местность в России красивая, на которую можно ездить, путешествовать. Класс. Я вообще первый раз на море поехала. Мне было уже, Тема, 21 год, когда я первый раз вообще с севера на море приехала. Мне тогда так понравилось вообще этот... Нет, мы в Ейск первый раз поехали с папой. Мне было 21 год. А в Турцию мы уже поехали, когда у нас уже Сеня был. Сеня было тогда... Четыре или три годика, наверное, поехали. А я в животике был. Когда ты в животике был, мы в Турцию не ездили, мы ездили в Египет. Даже тогда не представляли, сколько у нас красивых мест в России. В Грузию пока нет. Мы хотим съездить тоже в Грузию. Открывается вид на море. Вау. А вот она и скала. Дай посмотрим скалу, как она отсюда выглядит. А сейчас мы спустимся. Субринка вода. Ага. Ох, как классно. Ой, прям такой экстримчик. Далеко пошла. Класс. Красота. Красота, красотища. Сейчас там пойдем. Здесь 4G интернет. Ну вот сейчас вот здесь сядем и будем работать. Здесь еще есть интернет. Кстати, кто не знает, как мы зарабатываем в таких местах. У нас свой магазин на Валберес. И, соответственно, там управляем все через интернет. Из любого места. И еще плюс ко всему я занимаюсь рекламой и сайтом. Сейчас будем кушать. Ну, сейчас мы здесь парой кусим, да. Вот с таким вот видом, да, Темочка, потрясающий. Мы сидим, пьем чаек. Сосиска в тесте самодельная, да. Купили длинные булочки, а в нее сосисочку посадили. Получился хот-дог. Тем, как тебе хот-дог, мамин? Вкусный. Вкусный, да? Классно так на природе, шума воды. А ты свои сосиски уже съел, так что сиди. Любуйся морем. Ему моря не нужно. Папа у нас пока тут работает. Кое-какие дела делает. Да, кстати, надо снимать, как мы работаем побольше. Что-то мы все и ходим, как будто отдыхаем, ездим везде. А на самом деле-то мы очень так прилично и работаем. Вечно все время ищем, где бы был интернет, чтобы можно было... Работаем без выходных. Да, без выходных и без отпуска. Ненормированный рабочий день. И в 10 часов, и в 8 утра, когда нужно, да, тогда и работаем. Но бук прирос к нам, как зубная щетка по утрам. Есенча, как тебе хот-дог и вид на море? Скоро полный рот, я говорить не могу. Правда, столик с собой не взяли, так вот на камушках. Вот так вот на камушках сидим, во. Ем чаек. У меня падает все. Чаек даже вкуснее намного на природе. А тем более с таким видом шикарным. Сейчас ты горячий! Он сейчас уже остыл, ветерочек такой хиленький. Вон там внизу люди уже спустились, которые рядом с нами шли. Вон. Белок, ты прям такой красивый лежишь. Прям такой. Лапочку выставил. Ой, и дремлет такой. Красавец. Как Тёма вкусно кушает. А сырок? Тём. А сырок? Нет. Зачем сырить здесь, если с сосиской с сыром? А, сосиска с сыром, да. Да, вот здесь вот у нас такой спуск вниз. Я как верёвочку делаю. Ух, как же это преодолеть то. Что-то мне страшненько. Тем более мы ещё покушали. О, даже верёвочку, да, привязали. А, здесь ещё одно препятствие. Такие прям корни красивые. Бетвятся. Ну вот, вот этот спуск мы преодолели. И выходим вот сюда. А тут обеденная зона. Мы чуть-чуть не дошли. Чуть-чуть не дошли до обеденной зоны. Опа. Ух ты, как классненько тут. Золнышко вышло, нас встречает. Тут прям водопад. Водопадик небольшой. Да? Да? Да. О, прикольно. Папа, ты здесь пошёл? Папа, ты больше не пошёл? О, канат. Канат! О, там тоже канат привязан, да? Да, полная лечка. Ну, а здесь уже совсем легко. Прям целая тропинка. Оп! И всё, мы вышли на пляж возле скалы Киселёва. Вот так вот и выглядит то место, где в фильме «Бриллиантовая рука героя» и главное, ловили рыбу. Как у нас папа искупался в пуховике хорошо? Чуть не упал. Если бы упал, было бы прикольно. Был бы хороший контент. Прошлось бы костёр разводить срочно. Но место, конечно, классное вообще. Такие вот скалы. Камни здесь такие огромные. Тёма с биском играет. Они у нас разговаривают. Камни здесь. Камни здесь. Камни, где-то живо. Так, что это у нас тут Юля делает? А что это мы тут делаем? Работаем. Работаем? Да, здесь на кабинете Балдерис работаем. Как обычно, но в букве здесь с нами путешествуют. А там, наверное, камеру, наверное, не видно. Да, тут не видно. А вон Белок тебе помогает, видишь? Тема, аккуратно. Темочка, аккуратно. Он что-то вкусненькое нашел. Да, это, конечно, приятно, когда вот с таким видом в таком месте и интернет 4G летает. Да? Ну уж это, поговорим. Давай поговорим, рассказывай что-нибудь. Рассказывай. Что? Стишок. Ладно, не будем маме мешать. Вот такой вот вид у нас красивый открывается. Домой, в общем, поехали через Джубку. И вот здесь такая красивая дорога. Серпантин. В каком-то году мы по ней ездили на Мазде до Сочи. Это получается когда? Да? Да. В прошлом году в октябре 20 октября 20 октября. На гонке мы ездили, в Сочи, вообще красотища, обожаю такие дороги вообще, просто они расположены на склоне гор красивой, вроде как бы надо за дорогой следить, потому что повороты резкие, и вокруг красота такая. Еще такой лес осенний, краски желтый, на самом деле очень удобно по навигатору ориентироваться, заранее тебе показывает, что будет поворот, насколько резкий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот едем по дороге в сторону пляжа Вольгинки центрального и приехали. А вы приехали. Шлагбаум. Прохода к морю нет. А как люди идут к морю? А это там, где это, здесь вот есть дальше, пожалуйста. Давай я здесь машину поставим. Вот можно дальше проехать. Много всяких отельчиков тут. Вот тебе, пожалуйста, и пляж, можно туда прям проехать. Здесь сейчас поставим, здесь широкая дорога, нормально. Спортивно-здравительный комплекс Оргинка. Ветерок здесь такой сильный. Там, где мы сейчас были, на скале Киселева, там не было такого сильного ветра. Вау, что-то он такой прям большой пляжик. Решили прогуляться немножко в сторону лево от центрального входа. Такие спуски здесь для водок интересные. Вот идем дальше. Здесь новые отели строят. Для чего тут на берегу стоят эти бетонные пропеллеры? Что это? Противотанковые мины, говорит Сеня. А? Что это такое за бетонные такие треугольнички? Мне кажется, это волнорезы, видишь, что берег разбывал. А, да, точно же волнорезы. Чувствия, они такие мощные. Там у нас домик есть, в гостинице тоже гостевые. А, там наверху, на скале вон, да. Пойдем, там площадка какая-то красивая вон дальше. Намордники мой день. А ты в наморднике что, любил? А он с намордником? На берегу такая интересная статуэтка стоит в виде свиньи. Ну, может быть, да. И внизу написано, ну кто тут на свинячем? Надо на всех пляжах такую свинью поставить. Что? Это кабан. Кабан? А, может, кабан. Не знаю. А, точно. Там бивни, да? У него глаза один сюда, один сюда. Он злится, потому что с дубинкой сейчас стоит. Ну кто тут на свинячем? Он, наверное, на каждом пляже ставит. Такую свинью. Такую свинью. Что? На! Пошли кататься. Ты что? Ну вот идем еще дальше. Посмотри, мама. Идем, идем, идем. Идем, а тут по камням рим. Не, вот какой бы маленький пляж с у нас не гадут. Просто камни будут. На оборудовом. Видишь? Вот эта скала большая. Видишь, там вообще маленький пляж. Да, да. Маленький пляж. Этот, получается, участок уже, да, насыпали, искусственно сделали. А там это что такое? Русское море. Это, оказывается, курортно-коттеджный комплекс. Вот мы до него дошли. Строющиеся. Выставка арт-объектов здесь. Якорь матроса. Там такая цепь лежит огромная. Видели? Вон там цепь лежит. Гигантская. Это стояночки для яхт. Пап, пап, смотри. Видите, здесь всякие якори. Хола. А это, скорее всего, наверное, гаражи для них, да? Сейчас уже снизу. Сегодня у нас прямо гайд по пляжам. От Топсы до Джубки. Решили все пляжи обойти, да? Только тормоз только снял. Только снял, он сразу прибежал. Он чешется. Чешется. От намордника нос чешет. Намордник сняли, нос чешет. Давай, давай, почешу. Дай почешу. Здесь что-то, видимо, штормик такой был. Накидало вон сколько этих веток, деревьев. Мы все-таки решили заехать в Новомихайловский. На десерт. У нас Новомихайловский уже смеркает. На десерт. Мама, теперь закрылась. Да. Все-таки мы решили, да, заехать, посмотреть, какой здесь пляж. Да уже сумерки плохо видно. Сигаси. Ух, какая река. Сигаси. Там вон кораблик стоит. А это пирс вообще, можно на лодках кататься. Да, можно на лодках кататься. Вон прокат. Классно. Там там замок. Тёма, ты шапку не убьёшь. Ну, пойдём до набережной быстренько сбегаем, посмотрим, какой здесь пляж. Что-то сейчас уже быстро темнеет. Белок быстренько сбегаем, белок побежал. Да, белок самый первый, только в путь. Белок у нас самый важный. Турист. Везде с нами. Проречненько. Ух, какой ветер. Ты чё живёшь? Ты чё живёшь? Так. Похоже, похоже, как в этой Боркинке. Тоже с этой же стороны склон. Гора, получается, слева. Ставьте лайки и пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok